Прибирать Донецк, Луганск и прочее ни в коем случае нельзя, потому что этого наша экономика уже не выдержит. И плюс мы окончательно потеряем всякое политическое реноме. Крым, ладно, Крым еще как-то, наверное, стерпится, слюбится. Два обстоятельства, которые будут предопределять взаимоотношения дальнейшей России и Украины. Первое — это осознание России того факта, международного факта, что Украина — это другое государство. Мы никак не можем от этого избавиться. Мы все время думаем о том, что Советский Союз жив, что Узбекистан, он просто пошалил и вышел там ненадолго, а Прибалтика, ну, может быть, чуть позже, но она тоже вернется назад. Надо от этого уже избавляться, это бессмысленно. Украина всегда была самостоятельной, как и Россия. Мы всегда были вместе, мы дружили, мы общались и спокоен веков. Это была общая земля, общая территория. И в этом нет ничего сложного. Но сегодняшние регалии показывают на то, что Украина живет автономно. И нам не нужно ничего от Украины. Нам важно, чтобы она выполняла все международные законы по правам человека, по правам русского языка в Украине. Так как огромное количество русских, более 15 миллионов, живет на Украине, как и украинцев более 27 миллионов в России. Нам нечего делить, мы должны просто дружить и общаться. На протяжении столетий Украина находилась в таком состоянии, где Польша, Россия и Турция, так сказать, соперничали на этой территории. Украинские какие-то, так сказать, там, лидеры в то время бегали туда-сюда. И это все, страна разрушалась, и это все длилось столетиями. Давайте объективно смотреть, каковы мы в этом мире и как нам уживаться, в том числе и с ближайшими соседями.